Всем доброго времени суток всем привет сегодня приготовим пирог бюрек и так для теста нам понадобится мука у нас 500 грамм вода у нас 300 грамм горячая вода 70 80 градусов то есть пальцы еле терпит чайную ложечку соли отправляем прямо в воду и один пакетик разрыхлителя обычный разрыхлитель высыпаю прямо в воду вот так вот и быстренько выливаю в муку и замешиваю тесто масло растительное чуть позже вольем на вот этом этапе можно уже вливать масло вливаем растительное масло одно две ложки это достаточно главное одну ложку влить все в комочек чуть собрали а теперь дальше можно уже руками тесто должно замеситься очень мягенькое тесто для слоеных изделий все вот это вот все высыпаем ничего не выкидываем у нас все должно вмешаться замешивать на столе все тесто собрали в комок оставляем минут на пять полежать и продолжим дальше вымешивать тесто полежала минуты три даже достаточно дальним отдохнуть немножечко а теперь помесим пару минут помесим и будет достаточно как чуть только полежала кольковина разошлась и сразу тесто хорошо вымешивается и так тесто помесили вот такое тесто получается но теперь делим насколько нам надо чистить я делю на четыре части можно на пять смотря что вы будете с этого теста готовить меньше кусочки удобнее растягивать тут как правило обычно не хватает стола чтобы растянуть на весь стол поэтому лучше делать небольшие кусочки теста все поднеси ли вот так вот оставляем на минуточку пока эти подмесим первый кусочек теста отдохнет все подмесили накрываем дадим минуточку полежать и нам понадобится растительное масло 5 6 8 тут уже смотрите как вы будете заливать ваши лепешки когда мы чуть-чуть подкатаем и для смазывания нашей лепешки масло сливочное рам 100 120 теперь берем с первого кусочка теста подкатаем его тесто к рукам к столу не липнет вам уже муки не понадобится подсыпать ничего не нужно особо не раскатываем тоже сильно не нужно берем тарелку вливаем масло растительное например столовую ложку разлили выкладываем лепешечку сверху тоже наливаем ложку 2 столовую ложку возьмем скажем так ну не меньше так чтобы залилась хорошо наша лепешечка и так раскатываем все лепешки складываем друг на друга и смазываем и так мы все 4 лепешки наши смазали укрываем пленочкой и оставляем минут на 20-25 для нашей начинки нам понадобится фарш у меня пол килограмма один лучок грамм 160 170 грибы у меня я делаю фарш с грибами наша люси дорогая передала нам грибы можно взять любые тут у нас пол килограмма они были у меня в заморозке их разморозила в водичке отжала и мы сейчас мелко нарубим лучок тоже мелко порубим чесночок натрем на мелкой терочке также поранится соль перчик паприка с пол чайной ложки щепотка зиры первым делом мы нарежем лучок ну конечно же пару ложек растительного масла чтобы пожарить наш фарш и лучок нарезаем лучок мелко вливаю сковородку три ложечки растительного масла водичку капнула хорошо будь аккуратнее не копайте воды сковородку мы сожарим буквально пару минут и отправим сюда фарш нарубим мелко грибы можно приготовить без грибов у меня много грибов спасибо люси объели грибов и так все грибочки помешиваем лучок отлично как увидели жареного этого достаточно особо не выжариваем так как он еще у нас пожарится вместе с фаршем отправляем фарш у нас всего должно уйти на все про все минут 10-15 фарш он будет по-любому готов так как мы еще будем выпекать наш берег в духовке нам главное его слегка поджарить и так фарш наш побелел отлично жидкость испарилась у нас буквально заняло все три-четыре минуты отправляем грибы грибы сейчас тоже дадут жидкость как только испарится жидкость солим перчим добавляем зелень по вкусу по желанию и на фанатчинка готова и так чувствуется запах жареного перемешиваем все отлично убавляем комфорт поставляем еще на пару минут вот так нарезаем зелень у меня буквально парочка 10 12 грамм и немножко кинзы натираем чесночок прямо вот так солим одну чайной ложечкой соли без горки добавим чайную ложечку паприки не под копченая можете любую взять и щепотку зиры и растираем медленно пальцами отлично добавляем зелень перемешиваем наш фарш готов убираем с огня черный молотый перчик самом конце и добавим на все про все ушло 10 минут вот такой фарш у нас получился подготовим форму я постелила дно пергаментным листом это для удобства выкладываем вот таким вот образом и наша форма готова и так наше тесто тоже готово в этот раз я масло растопила и нам немного масла растительного понадобится чтобы смазать наш стол хорошо вливаем где-то столовую ложку масла может чуть больше чуть меньше и теперь руками полностью смазали стол берем наше тесто переворачиваем его вот так и начнем с первого кусочка у меня тесто стояло минут 25 а теперь делаем так просто середину растягиваем на столе удобно на столешнице делать это и теперь серединку сначала вытягиваем убедитесь что ваше тесто лежит прямо посередине стола так как тянуть тогда уже вы поправлять не сможете а теперь делаем так вот так вот и вот так вытягиваем тянется она очень легко никаких проблем руки подсовываем и тянем вот так и так берем руки подсовываем и тянем вот так когда тесто хорошо отдохнуло но тянется без проблем аккуратно не спешим и тесто не порвется с краешку берем тут с краешку значит вот так вот вот эти краешки растягиваем вот так вот так готовится слоеное тесто без всяких проблем берем за краешек теста и подтягиваем вот у меня не хватает стола можно еще раз тянуть растянет насколько можно насколько позволяет наш стол вот так вот смотрите сами она тянется и тянется просто не хватает стола но это не страшно немножечко девушка свисала тут также делаем вот так вот так растянули покажу как просвечивается рисунок берем мою чистую банку которой я пользуюсь тут у меня специи вот смотрите буквы читаются даже мелкие вот такой тоненькой тесто мы растянули масло мы разделим примерно на 4 части так как у нас 4 лепешечки берем теперь руку я буду делать вот так вот в ладошку взяла этого достаточно вот у меня еще на 3 лепешки осталось теперь делаем так аккуратно руками так пошлепываем и растягиваем масло у меня всегда уходит на такую порцию теста где-то грамм 120 собираем тесто на половиночку где-то вот так вооружаемся скалкой подкатали все скалкой чтобы не были толстые края выкладываем одну часть нашей начинки мы ее поделили на четыре части раскладываем вторым неким слоем вот так вот на эту часть где мы подвернули ну а теперь сворачиваем рулетик вот так туго не заворачиваем наоборот старайтесь так чтобы было много там воздуха тогда вот все классно и слоеное тесто вот так заворачиваем до конца теперь вот так собрали вот такой рулетик немного его прокрутием таким образом он будет еще сломеней вот так теперь сворачиваем в улитку вот так и укладываем нашу форму кладем первую посередине остальные рулетики мы уже будем просто добавлять и так мы повторим с остальными тремя лепешками и сложим нашу форму и будем выпекать наш рулетик готов рулетик прокручиваем аккуратненько и добавляем к этому рулетику а теперь мы вокруг его выложим вот так складываем все тут уже придаем форму и так я уложу сюда еще два наших рулетика форма диаметром у меня 30 сантиметров и и так мы далее плеваем все остальные лепешки нашей доделаю наши рулетики но рецепт вы найдете под видео в описании также под видео есть ссылочка на наш семейный канал на инстаграм заходите и подписывайтесь духовку нагреваем 180 градусов цельсия также есть ссылочка под видео в описании на яндекс дзен заходите подписывайтесь вот так и подтягиваем вот таким образом чтобы вместить сюда и четвертую у меня форма повторяю диаметром 30 сантиметров и так мы долепили последнюю лепешку растянули вернее закрутили рулет выкладываем последний рулетик так чтобы потянем его чтобы он потоньше был нам надо чтобы обмотать всю нашу вот эту красоту вот так вот смотрите как все вровень получается духовку я уже нагрела 180 градусов отправлю в духовку выпекаться наш пирог ровно на час берем одно яйцо разбалтываем духовку уже нагрели сейчас отправим в духовку нам осталось испечь наш пирог выложить на блюдо и подать на стол смотрим прямо хорошо я сюда вылью полностью одно яйцо все таким образом если будет особо текать с пирога наши яйцо и выпустит его он сразу запечатается все поехали в духовку духовка включена вверх-вниз ставлю на час пирог наш выпекался ровно час вот такой слоеный и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok